Всем привет! Сегодня я вам расскажу про фильм «Птичий короб». Художницу Мэлори Хейс, находящуюся в положении, навещает сестра Джессика. Телевизор транслирует новостной репортаж о необъяснимых массовых самоубийствах, которые начались в Сибири и сейчас распространяются по всей Европе. Джесс замечает картину Мэлори, которая, по ее словам, символизирует отсутствие связи, но Джесс говорит ей, что это не будет так с ребенком. Затем сестра предлагает подбросить Мэлори к врачу. На приеме у доктора Лэпхэма Мэлори с Джесс шутят об алкоголе во время беременности. Лэпхэм не находит их комментарии смешными и предлагает Мэлори альтернативу – позволить кому-нибудь усыновить ее ребенка, если она чувствует, что не готова к такой ответственности. Выйдя из офиса, Мэлори замечает женщину, мимо которой проходили ранее. Та ведет себя странно, и Мэлори торопится уехать побыстрее. Они выбегают на улицу, как раз в тот момент, когда вокруг начинает разворачиваться полнейший хаос. Люди крушат свои автомобили. Таким образом, они понимают, что новости не врут, и недуг, накрывший Европу и Сибирь, теперь распространился и на Америку. Джесс какое-то время везет сестру, пока ее глаза не приобретают странный цвет. А сама девушка кажется напуганной чем-то, что видит только она. Она отчаянно продолжает движение. Мэлори пытается удержать ее на дороге, но машина переворачивается на крышу. Они выживают, но Джесс все еще находится в трансе, а Мэлори может только наблюдать, как ее сестра встает и преграждает дорогу мчащемуся грузовику. В растерянности Мэлори бежит вместе со всеми и падает. Женщина по имени Лидия выбегает из дома, чтобы помочь Мэлори, несмотря на то, что ее муж Дуглас противится акту доброй воли, беспокоясь за их безопасность. Прежде чем Лидия успевает помочь Мэлори подняться, ее сознание начинает мутнеть, как будто голос матери призывает ее залезть в горячую машину, которая через мгновение взрывается. Мужчина по имени Том помогает Мэлори подняться, и они вместе забегают в дом. За ними следует полицейский по имени Люси. Также здесь находится Грег, владелец дома. Она пошла за тобой и погибла. Джейсон и Саманта покидают дом, когда по телефону слышат, как их сын говорит, что он в опасности. Остальные жильцы делятся друг с другом информацией об этой таинственной силе, учинившей происходящее безумие. Чарли делает предположение, что сущность вызвана демонами, которые принимают форму глубочайшей грусти или величайшей потери. Все соглашаются с тем, что сущность невидима, но открывая ей свои глаза, ты впускаешь ее в себя и можешь совершить самоубийство. Мэлори отходит от группы, Том следует за ней, чтобы утешить ее. Она рассказывает ему, что случилось с Джесс. Затем группа закрывает двери и обклеивает газетами окна, чтобы нельзя было посмотреть на улицу. Выжившая по имени Олимпия стучится и умоляет, чтобы ее впустили в дом. Дуглас пытается помешать компании в открытии дверей, а Мэлори на всякий случай хватает винтовку и встает на изготовку. Олимпию осторожно впускают в дом. Обнаруживается, что она тоже беременна. Да, к первому октября. Далее Грэг предлагает наблюдать за тем, что происходит снаружи, используя камеры наблюдения, размещенные на фасаде дома. Ему помогают привязать руки к креслу, чтобы он себе не навредил, и спускаются вниз. Он садится перед монитором, ожидая увидеть что-то, и в какой-то момент на экране что-то проявляется. Через мгновение они слышат стук, доносящийся из комнаты наверху. Они бросаются на шум, а открыв дверь, наблюдают, как Грэг опрокидывается на стуле и разбивает голову о край стола насмерть. Остальные разбивают монитор компьютера в дребезги. Позже ночью Олимпия остается наедине с Мэлори и интересуется, как бы она назвала своего ребенка. Однако Мэлори не склонна к общению и просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Проходя по коридору в туалет, Мэлори слышит какой-то шум, но обнаруживает, что это просто Люси и Феликс развлекаются. У группы закончилась еда, и они осознают, что помощь не придет. Мэлори, Том, Дуглас, Люси и Чарли собираются вместе, чтобы отправиться в супермаркет, где раньше работал Чарли, пока все не пошло наперекосяк. Они закрашивают окна автомобиля и используют GPS, чтобы двигаться вслепу. На дороге они чувствуют, что едут по трупам, но пытаются это игнорировать. Затем GPS начинает предупреждать о возможности столкновения со всех сторон. Таинственная сущность окружает их. Однако Тому все-таки удается отвезти их от зла подачи. Они высаживаются в магазине, где набирают столько еды, сколько могут унести. Мэлори видит птиц, которых она решает взять с собой в качестве домашних питомцев. Внезапно они слышат голос бывшего коллеги Чарли, запертого в морозильнике. Он умоляет, чтобы его выпустить. Когда группа приоткрывает дверь, он начинает рассказывать о том, как прекрасна сущность, что ее нужно узреть. Он выходит из себя, в то время как Люси, Том и Дуглас пытаются удержать его. Чарли заглядывает в глаза коллеги, видит сущность и, понимая, что уже обречен, бросается на агрессора. Они оба оказываются запертыми в морозильнике. Чарли пожертвовал собой, позволив остальным вернуться домой. Той же ночью у Мэлори с Дугласом завязывается недолгий разговор по личным вопросам и переживаниям. Внезапно герои слышат звук двигателя автомобиля. Они бегут в гараж и обнаруживают, что ее уже и след простыл, как и Люси с Феликсом. Олимпия, не посоветовавшись с компанией, впускает отчаявшегося в дом человека по имени Гарри. Остальные жители на взводе с подозрением изучают и допрашивают Гарри. Он рассказывает им, что сбежавшие пациенты психбольницы явились за ним и его другом, пытались принудить их обоих посмотреть на существ. Друг Гарри напал на одного из пациентов, дав товарищу возможность ускользнуть. Далее он говорит, что снаружи многие не носят повязку на глазах, охотно смотрят на существ и стремятся, чтобы другие также видели их. Дуглас не доверяет Гарри и пытается вывести его из дома под дулом пистолета. Но Шерил вырубает его и позволяет незваному гостю остаться. Дугласа же они запирают в гараже. Олимпия со слезами на глазах извиняется за то, что впустила Гарри и говорит, что чувствует себя бременем, но Малори успокаивает и убеждает ее в обратном. Затем Олимпия просит Малори позаботиться о ее ребенке, если с ней вдруг что-нибудь случится. И Малори соглашается. У Малори и Олимпия одновременно начинаются роды. Пока Том и Шерил помогают девушкам, Гарри достает из чемодана кучу рисунков существ, начинает раскладывать на столе. Становится ясно, что он один из сумасшедших людей, которые видели этих сущностей и хотят, чтобы их узрели другие. Затем он берет клетку с птицами Малори и ставит в холодильник. После он срывает бумагу с окон. За всем этим через стекло в двери наблюдает Дуглас. Он пытается сообщить об этом Тому, проходящему мимо, но Гарри добирается и до него, вырубив ударом в затылок. Также Гарри открывает дверь гаража, чтобы попытаться избавиться от Дугласа. Тем временем Олимпия рожает девочку, а Малори – мальчика. Гарри входит в комнату и поднимает жалюзи перед Олимпией. Малори умоляет Олимпию отдать ребенка, пока не случилось неизбежное. За мгновение до того, как выпрыгнуть из окна. Затем Гарри заставляет Шерил выглянуть на улицу, раскрывает ей глаза и впускает зло. Шерил убивает себя ножницами, которыми еще несколько минут назад перерезала пуповины. Дуглас входит с дробовиком, но не может стрелять, так как приходится закрывать глаза. Да и страх за деть Малори и детей останавливает. Тем не менее, ему удается попасть Гарри в руку, но это не спасает его от множественных ударов ножницами и скорейшей смерти. Обидно, что ты так и не узнал. Как он прекрасен. Очнувшийся Том видит дробовик и пытается схватить его. С другой стороны к нему тянется Гарри. Слышны выстрелы и Малори прячется под одеялом. К ней наверх поднимается оставшийся в живых Том. Не бойся. Не бойся. Все хорошо. Не бойся. Пять лет спустя Малори и Том живут вместе, воспитывая двоих детей. Время от времени они наблюдают, как снаружи некоторые люди разъезжают на машинах, без повязок на глаза и с открытыми окнами. Ночью семья получает сообщение по радио от человека по имени Рик, который уверяет, что находится в безопасном месте с большим количеством припасов и еды. Он инструктирует их, как добраться до комплекса. Самый быстрый способ – сплавиться вниз по реке. Но идти туда с детьми – это верная смерть, так как путь опасный и плыть придется с завязанными глазами. Чтобы найти их убежище, Рик предлагает идти на голоса птиц. Том считает, что нужно попасть в этот комплекс, но Малори опасается, что это может оказаться ловушкой. Снаружи снова шум автомобилей. Нагрянули старые гости, но в этот раз они планируют выкурить семью из дома. Том спускается, чтобы противостоять им, пока Малори и дети благополучно выходят через черный ход. Выжившие веля Тому снять повязку с глаз. Когда они замечают Малори с детьми, Том открывает стрельбу и с первой попытки устраняет трех мародеров. Затем Том снимает повязку и убирает еще двоих, прежде тем, как кинутся в погоню за лидером, который преследует его жену. Сущность начинает воздействовать на Тома, но он борется достаточно времени, которого ему как раз хватает, чтобы сразить лидера. В конце концов, он направляет пистолет на себя, давая Малори понять, что Тома больше нет. Малори собирает детей и сажает в лодку, чтобы выйти в реку. Сплавляясь по реке, Малори слышит голос, взывающего к тому, что снимать повязку с головы безопасно. Но Малори запрещает детям делать это. Мужчина утверждает, что у него есть еда и что он видел существо, и нет причин бояться его. Малори достает пистолет и стреляет вслепую, после чего мужчина нападает на нее и пытается стянуть повязку с глаз. Малори борется с ним и убивает его с помощью мачете. После долгого нахождения на реке, Малори перестает грести, желая передохнуть. Когда она вновь берется за дело, лодка сталкивается с затонувшим грузовиком, и мальчик выпадает из лодки. Но Малори вытаскивает его и пытается отогреть. К несчастью, еда и одеяло смыло течением, поэтому она делает все, что в ее силах. Причалив к берегу, она оставляет детей в лодке и направляется в лес на поиски пищи. Она входит в здание, где слышит шум и видит, как предметы движутся сами по себе под воздействием таинственной сущности. Малори удается выбраться из здания, но сущность преследует ее, продолжая шептать ее имя. Малори стреляет из пистолета наотмашь. Девочка слышит выстрелы и покидает лодку, чтобы помочь Малори. Но последний успевает перехватить ее из самой лодки, после чего девочка получает за непослушание. Ведь было указание не вылезать из лодки ни при каких обстоятельствах. Пройдя по реке еще 48 часов, лодка стремительно приближается к порогам. Они достигают неспокойных вод, которые предстоит преодолеть Малори. К несчастью, риск и старания не оправдались. Лодка переворачивается, и все пассажиры оказываются в воде. Малори окрикивает детей и вскоре находит мальчика в воде, в то время как девочка забралась чуть дальше и ожидает на суше. Трое выживших идут по лесу, где сущность шепчет им и использует всю свою силу, чтобы убедить их открыть глаза и взглянуть. Но сопротивление Малори оказывается сильнее, и она заставляет детей слушать ее, а не сущность. Они следуют за голосами птиц, пока наконец не добираются до комплекса. Сущность окружает их, когда они пытаются войти внутрь, пока дверь не распахивается, и семья оказывается с той стороны. Поселенцы проверяют глаза Малори и детей перед тем, как принять их. Далее они встречают Рика, и Малори обнаруживает, что комплекс – это школа для слепых, и люди в нем защищены от сущностей. Затем Малори и дети обнаруживают доктора Лепхэм, которая радостно приветствует их. Малори гордо объявляет, что они ее дети, а она их мать. Затем мама открывает ящик с птицами, чтобы они объединились с другими птицами в святилище. Друзья, с вами был канал Спойлер, спасибо за просмотр. Подписывайся и будь в курсе. Спасибо.